Масочки возьмите. Все потом проходите. С самого утра в республиканской станции переливание крови. Очередь. Одним из первых сюда пришел Мухаммад Майранов. Все этапы проходят быстро. Первым делом экспресс-анализ. Проверяют состояние донора. Затем осмотр у врача. Вы покушали чай и кофе. Выпили с утра. Тогда готовы стать. Вышли. Вся эта процедура заместителю Муфтия Республики знакома хорошо. Майранов уже давно сдает кровь. Считает это долгом каждого здорового человека. Я сам тоже уже несколько раз принимал участие в этих акциях. Думаю, здесь в первую очередь помощь здоровью другого человека. Это осадок, это милостынь, которую человек может дать. И дает самое ценное, свою кровь. То, что не заменит, да, никакие деньги. И с точки зрения именно духовно-нравственного воспитания тоже, чтобы это было побуждением, чтобы это было причиной увеличения любви, сострадания друг к другу, милосердия друг к другу. Вместе с Мухаммадом Майрановым на станцию переливания пришли еще более 20 его коллег. Доноры из Муфтията также сдают кровь в Хасавюрте, Дербенте и в Буйнакске. По словам врачей, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, потребность в крови есть всегда. Пополнять запасы нужно регулярно. Аварии, катастрофы, сложные операции. Сданная кровь становится ценой чьей-то жизни. Нам очень приятно и нам очень хорошо, когда вот так акциями, группами к нам приходят и организуют донорство. Это есть так называемое планированное донорство. Значит, у нас есть запас всех необходимых компонентов, и лишнего мы не заготавливаем. Спасибо тем неравнодушным нашим дагестанцам, которые приходят к нам в Сават-Кровь. С Муфтиятом Дагестана это уже третий год, как я руководитель. Мы каждый год, они организуют у нас акции. Для поддержания запаса ежедневно кровь должны сдавать порядка 100-110 человек. Присоединиться к акции и поделиться своим здоровьем может каждый желающий в возрасте от 18 лет. Чтобы подчеркнуть свое добровольческое участие, сотрудники Муфтията отказались от бонуса выходного дня, который положен каждому донору. Ларианна Шемхалаева, Фаризат Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала.